На темпы реализации проектов инициативного бюджетирования в Нижневартовске жалуются авторы. Речь в первую очередь о строительстве общественных пространств в новых микрорайонах. Много лет эти кварталы сдавали без благоустройства территории. В итоге вопрос проектирования необходимых для комфортной жизни скверов и бульваров на себя взяли активисты. Сегодня часть этих объектов еще даже не начинали строить. Кирилл Волконский продолжит. Свои корректировки строительство пешеходного бульвара с велодорожками и фонарями в новых кварталах Нижневартовска пока что вносит только погода. За последние три недели ливни подмыли горы грунта, ветер разнес песок и сдул шапку Санты. Эти кадры мы снимали в середине июня. Строительство же объекта, как и каток, с тех пор с места так и не сдвинулись. Один из авторов проекта благоустройства этой территории Константин Мещеряков рассказывает. Изначально подрядчики за дело взялись активно. Распланировали территорию, привезли струйматериал, уложили бордюрный камень. А потом исчезли. Просто мы переживаем, ну и как вся ипотечка, что все ввели в срок. Время-то летит опять же там в дождь катать асфальт и прочее. До последнего тянуть смысла, я думаю, нет. У нас как бы здесь еще сделано объем большой довольно-таки работы. А вот второй участок, который Регина Шенгареева подавала от Ленина до Нововартовской, там как бы вообще ничего не сделано. Ну сроки, считай, те же самые. В прошлом году финансированием из муниципального бюджета заручились семь проектов по благоустройству общественных пространств Нижневартовска и дворовых территорий. Активисты полагают, подрядчик выиграл тендер на реализацию, если не всех, то большинства объектов. И сегодня у строителей попросту нет ресурсов. Чтобы разобраться в ситуации, общественники обратились в администрацию. Мы разыгрывали, так называемые, да, то есть отбирали инициативные проекты еще в прошлом году, как раз для того, чтобы можно было в текущем году их реализовать в максимально короткие сроки, учитывая, что у нас достаточно короткий строительный сезон. Поэтому готов посмотреть, где есть проблемы и по необходимости включиться в эти вопросы. Больше всего в городе опасаются ситуации, которая с проектами инициативного бюджетирования сложилась пару лет назад. Тогда ряд контрактов по 44-му федеральному закону выиграла компания из Омска. Но ни один из проектов в срок реализован не был. В конечном итоге через год строительство спортивных площадок заканчивали другие подрядчики, а администрация потратила на это дополнительные бюджетные средства. Кирилл Волконский, Эрик Абдулганев, Вести Югория, Нижневартовск.